Он вспыхивает и горит до тех пор, пока вопрос не будет решен. Одним звонком. Он некоторые проблемы решает одним звонком из кабинета в субботу, неважно или в воскресенье. Ну и плюс ко всему он занимается такими вопросами, которые очень редко, когда озвучиваются во всеуслышание, не являются общественным достоянием. И для этого нужна очень серьезная деликатность и тишина. Он такой человек, который двигает вперед, но именно своей позитивной энергетикой, улыбкой, добрым словом, ну и, конечно, медом с чаем. Добрый, отзывчивый, открытый. И это все о нем, о руководителе администрации губернатора Забайкальского края Марате Мирхайдарви. Так он же чиновник, возразите вы. Должность и статус позволяет решать задачи чужими руками. Нет, Марат Фатыхович не чиновник. В краевом правительстве он опробовал разные позиции. Возглавлял представительство в Москве, затем работал непосредственно в регионе, был советником губернатора. В марте нынешнего года Марат Мирхайдаров получил новое назначение, стал руководителем администрации губернатора. Как написал в социальных сетях сам Марат Фатыхович, для меня честь и ответственность работать в Забайкальском крае. Я думаю, что Марат Фатыхович в нашем солнечном крае не мог не появиться, потому что это тот человек, который излучает солнце, тепло, позитив. Но история трудовой деятельности Марата Мирхайдарова началась, как можно догадаться, не в чете. В детстве обычный мальчик из Башкоркастана мечтал выучить языки и стать по меньшей мере космонавтом. Отслужил два года в армии, а после уехал в Москву и поступил в университет. Он знает шесть языков. Причем это языки не одной какой-то группы, а это разброс, я уж молчу про английский, а это и китайский, и фарси. Да-да, именно иностранные языки и привели Марата Фатыховича к государственной службе. После окончания университета, обзаведясь на тот момент ресторанным бизнесом, начинающий предприниматель решил рискнуть и отправил резюме председателю деловой России Борису Титову. Я уже на тот момент изучал китайский язык, а вот за спиной Бориса Юрьевича стояли грамоты на китайском языке, это поздравления. Я говорю, Борис Юрьевич, у вас грамоты, я говорю, вас за это наградили, за это наградили. Он говорит, уж вы еще китайский владеете, вы резюме читаете, там все написано. Ты уже перестал быть совсем юным человеком, ты облечен очень большими государственными обязанностями, я рад за тебя. Поэтому я тебе буду говорить очень формально и выдержанно, счастья тебе, здоровья и успехов тебе на работе, будь, не скажу кем, но расти. Сегодня Марат Мирхайдаров признается, что Читу он любит не меньше, чем город своего детства Уфу или Москву. И все время подчеркивает, мой дом там, где я живу и работаю. Сейчас мой дом в Забайкалье. Марат Фатыхович вообще ворвался, мне кажется, в Забайкальскую жизнь своей активностью, своим неравнодушием. И, наверное, есть у меня одно определение такое к Марату Фатыховичу. Марат Фатыхович – это по любви. И вот то, что он сделал по поводу нашего бренда Забайкальского края, все это сердцем, по любви. Вот так он относится ко всему этому процессу. Очень интересный и неравнодушный человек. Он воплощение вот этой Забайкальской широкой души, которая готова помогать. Он готов помогать людям, независимо от их статуса, готов помогать их независимо от удаленности, от региональной столицы. Он очень поддерживает пожилых людей, поддерживает мамочек, детей. И нам очень нравится дружить с человеком, который очень схож с нами в миссии, в наших, наверное, взглядах на жизнь. Перед каждым приездом в наше учреждение Марат Фатыхович обязательно интересуется, сколько детей проживает на момент его приезда в учреждение для того, чтобы не оставить ни одного ребенка без внимания, а также с большим трепетом и теплом относится к выбору подарков для наших именинников. Есть вопрос. Собрались. Очень коротко обсудили. Определили решения и притворили их в жизнь. Именно вот такой стиль работы у Марата Фатыховича. Рабочий кабинет для него как второй дом. В семь утра он уже здесь, говорит, утренние часы магические. В это время можно спокойно разобрать почту, пока никто не отвлекает, вникнуть в проблему, осмысленно прочитать или написать письмо, а еще открыть священную книгу Коран и помолиться. Я давно знаю вас. Вы прекрасный друг, прекрасный брат, прекрасный мусульманин, прекрасный семьянин и, конечно, прекрасный государственник. Упиваться властью и ничего не делать – это не промер Хайдарова. Для того, чтобы в Забайкале навести порядок, решить застарелые проблемы, нужно работать, работать и работать. И с этим Марат Фатыхович полностью согласен. Так что 45 вам в помощь. С днем рождения. Добрый день, друзья. Сейчас у нас закончилось совещание в правительстве России с Маратом Фатыховичем. Отставили вопросы восстановительных работ и возмещения ущерба, которые у нас по результату чрезвычайной ситуации с пожарными случаями. Марат Фатыхович, от имени штаба общественной поддержки Забайкальского края, от себя лично, я искренне хочу поздравить вас с днем рождения. Вы пример по-настоящему открытого и неравнодушного государственного деятеля. Очень рада, что это день рождения вы встречаете в Забайкальском крае. Мы поздравляем вас от всей нашей команды добровольцев. Желаем вам долгих лет процветания, карьерного роста и никогда не забывать, что ваша душа самая добрая душа. Я бы, конечно же, пожелала вам не терять того оптимизма, который у вас есть, того задора и, конечно же, здоровья и терпения. Я желаю вам здоровья, конечно, улыбок, конечно, позитивного настроя и реализации всех ваших планов, чтобы вы нас всегда вкусно кормили башкирским медом, забайкальским медом, чтобы была любовь в семье, было тепло во благо развития нашего края. Это человек с большим добрым сердцем. Он помогает многим семьям в Летовском районе. Он уже более трех лет помогает семье, дедушке, которая воспитывает один-двух внучек. Каждый месяц мы покупаем этой семье продукты, дрова. Оставайтесь за таким же целеустремленным и дай Бог, чтобы вокруг вас всегда была достойная, справедливая команда. Вы еще молодой, вы в силе, у вас прекрасная семья, и вы должны приносить пользу своему отечеству. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить ваших родителей, поскольку у меня твердо убежденность, что человек не только рождается в семье, но он формируется в семье, и все остальные его действия, они как раз вот из этой семьи исходят. Поэтому благодарность вашему отцу, вашей матери, вашему народу, в котором вы родились, связь с которым не теряете поддерживать, которым гордитесь. Спасибо вам за вашу неоценимую помощь, что вы нам оказываете. Находясь здесь, за лентой, в ДНР, это очень и очень ощущается. Наше большое расстояние нам не помеха делать наши добрые дела совместными. С первых, ты не наше знакомство, я поражаюсь твоих способностей, твоих желания чем-то помочь Забайкальскому краю. Ты настоящий патриот Забайкальского края. Я очень рад нашему знакомству и желаю тебе силы, терпения, чтобы сделать то, что ты задумывал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok